От Барнаула до Новоалтайска на пригородном поезде. Рабочая поездка в Рио-Губернатор началась прямо в пассажирском составе. Уже в поезде речь идет об администрационной привлекательности. Как пример, станция Алтайская. Именно здесь находится одна из крупнейших в стране автоматизированная сортировочная система, где формируются тяжеловесные поезда для грузоперевозок. Составы отправляют в российские регионы, а также в Среднюю Азию. Только с начала года выпущено и экспортировано около 500 таких железногигантов. Высокие объемы производства позволяют РЖД ежегодно инвестировать миллиарды в обновление алтайских железнодорожных путей. Только в этом году она намерена вложить 3 миллиарда рублей. Это почти на миллиард больше, чем в прошлом. Средства пойдут на модернизацию железнодороги, приобретение путевой техники и тепловозов. Транспортный ЖД-узел намерены поддерживать и краевые власти, заявил в Рио губернатора. Показатели все, скажу лишь в общем, они растут. Они растут. Это и объемы грузооборота, и пассажиропотока. Это и объемы инвестиций, которые увеличиваются год от года. А объем краевых инвестиций по сравнению с прошлым годом вырос в два раза и составил полмиллиарда рублей. Средства пойдут на компенсацию льготных билетов, реконструкцию вокзалов и обновление парка пригородных поездов. Мы ожидаем 4 вагона, один из них будет 40-местный. Он наиболее комфортабелен, решает проблему маломобильных граждан. И 3 вагона 60-местных. Там есть зона Wi-Fi, есть зона громкой связи, оповещения, наушники. Стоимость новых вагонов 240 миллионов рублей. Срок их службы 40 лет, на 12 больше, чем старых. Вагоны покупают для таких поездов, как Просторы, Восток и Калина Красная. Курсировать они будут по Бийскому и Рубцовскому направлениям уже этой осенью. Валентина Аскерова, Павел Лаурнин. Наши новости.